МАРСЕЛЬ В 49-м году до н.э. город захватили римляне. Благодаря торговле с восточными странами и крестовым походам, город очень быстро превратился в один из крупнейших портов страны. Марсель, безусловно, притягателен, изящен, но, несмотря на все это, пользуется славой одного из самых криминальных и неконтролируемых городов Франции. Эти обстоятельства порой заставляют гостей Франции объезжать Марсель стороной. Однако тот, кто все же решится заглянуть сюда или найдет в своем расписании время для Марселя, обнаружит в этом часто недооцениваемом городе много чудесных уголков, которые, несомненно, останутся в памяти визитера. Если заглянуть в центр города, то вокруг старого порта можно увидеть целый лес корабельных мачт парусных лодок. У въезда в гавань раскинулись два величественных форта – Сен-Жан и Сен-Нюколя. А здесь же пришвартованы прогулочные яхты, предназначенные в основном для поездки на остров Ив. Расположенная там тюрьма, напомнившая мне Алькатрас в Сан-Франциско, стала знаменитой после выхода в свет романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», главный герой которого провел в ней 20 лет. С острова тюрьмы открывается великолепный вид на город и окружающую его цепь холмов. Особенно выделяется символ города – собор Нотр-Дам-де-Ла-Гард. Он расположен к югу от старого порта на самом высоком из семи холмов Марселя. Всю свою историю Марсель был и остается интернациональным городом. Это плавильный котел, в котором бурлит жизнь разных культур и народов. Его статус ворот в Европу на Средиземное море стало причиной того, что Марсель превратился в перевалочный пункт для бесчисленного множества граждан из Северной Африки, сильный приток которых пришелся на период Алжирского кризиса. Но сегодня переселенцы предпочитают не двигаться дальше, а устраивают свою жизнь в Марселе. Тем не менее, еще задолго до Алжирского кризиса 1954-1962 годы в начале 20 века в Марсельский порт стали заходить суда со спасенными от геноцида армянами из регионов, контролируемых Османской портой. С тех пор и началась марсельская армянская история. И первое, чем занялись армяне на новом месте – образование детям. Хотя, как сказать, в Провансе армяне жили и до трагических событий в Турции. Например, в Авеньоне стоит памятник ученому-агроному 18 века Жану Алтену. Уроженец Ирана Ованес Алтунян покинул родину и перебрался во Францию после вторжения в Иран афганской конницы в 1736 году. В то время были убиты и родители Ованеса. Это была огромная потеря для юноши. Окольными путями по земле и морю в начале 1740-х Аванес достиг Франции и начал заниматься агрономией. В Провансе молодому человеку удалось подружиться с местной элитой, которая выделила ему землю под выращивание хлопчатника. Доходы от продажи хлопка вполне удовлетворяли владельцев. Годами позже весть об Ованесе достигла самого короля Людовика XI. Он пригласил Ованеса во дворец, наделил его несколькими гектарами земли, после чего тот стал уже сам землевладельцем. Назвавшись на французский манер Жаном Алтеном, агроном начал выращивать морену, ставшая позже основной культурой региона. В настоящее время в Авеньоне стоит памятник Жану Алтену, воздвигнутый французами в 1846 году. А к северо-востоку от Авеньона расположена коммуна Алтен-де-Палю, названная в честь ученого. Марсель достаточно арменизированный. В этом отношении он чем-то мне напомнил Ростов-на-Дону, где куда ни поверни, обязательно встретишь либо армянина, либо улицу, названную в честь армянина. Город так и пестрит армянскими фамилиями, клиники, стоматологические кабинеты, магазины, лавки, букмекерские конторы, улицы. Сначала рябило в глазах от всего этого. Но чем больше находишься в Марселе, тем привычнее относишься ко всему армянскому. Даже среди арабских забегаловок быстрой еды есть некая армянская пицца. Как последствия оказалось, это всего-навсего лагмаджу, который в Марселе называют армянской пиццей. Сам Марсель состоит из 16 армянсменов. Армяне проживают в каждом из них. Однако в 12-м армянсмене Лессанг-авеню, квартал Бомон, почти полностью состоит из армян. При населении города в 900 тысяч человек армян по официальной статистике 80 тысяч. А если прибавить сюда марсельцев с армянскими корнями и нелегалов из Армении и Ближнего Востока, то цифра может увеличиться еще на четверть. Субтитры создавал DimaTorzok не буду описывать отношения французов к выходцам из Алжира, Марокко и других арабских стран, но отношения к армянам вполне располагающие. В городе около 20 улиц и площадей на армянскую тематику. Конечно же, все их объехать я не смог, да и ни к чему. Зато побывал в самых интересных местах. Например, по дороге в парк Борли можно проехаться по авеню Мисака Манущана и отдать дань памяти партизану, борцу за свободу Франции. В этой стране почти в каждом крупном городе имеются памятники партизану-антифашисту Манущану, который вместе со своей группой отважно боролся против немецких оккупантов в годы Второй мировой войны. В интернациональной группе Манущана, которую он руководил, было всего 23 человека. Среди них армяне, поляки, итальянцы, венгры, испанец, румынка и евреи. В августе 1943 года группа под командованием Манущана совершила почти 30 успешных нападений на немецких оккупантов, включая операцию по ликвидации коменданта Парижа генерала фон Шамбурга, отличившегося массовыми расстрелами. И штандартенфюрера СС Юлиуса Ориттера, ответственного за отправку 600 тысяч гражданских лиц на принудительные работы в Германию. Далее, прямо по дороге от сквера Манущана можно попасть в Борли, самый популярный парк Марселя. Он был основан в 18 веке Жозеф М. Борли, представителем известной семьи Марселя, которая занималась торговлей. На территории парка множество интереснейших и разнообразных тематических садов, травяной сад, сад лозы, средиземноморские, японские, созданные в английском и французском стилях. Посреди всего этого великолепия монумент, посвященный геноциду армян и хачкар прямо у подножия самого дворца Борли. Общая площадь парка 17 гектаров и здесь всегда много гостей города. Особенно в летнее время года признаться, великолепие парка с его садами, фонтанами, водопадами очень впечатляет. Есть еще одно любопытное место в Марселе. На границе марсельских арендисманов Сан-Жульен и Ля-Фуражер проходит Авеню де Ван Кет-Авриль Мильнов Сан-Кянгс улица 24 апреля 1915 года. Начинается с улицы Мориса Дермергиряна, но если проехать по нему до конца, то можно добраться до монумента «Армянская мать, прикрывающая своих детей». Он выполнен из бронзы флорентийским скульптором Вегеном Аветисом в 2014 году. Сама же история основана на реальных фактах. Женщине, бежавшей из города Ван, удалось спасти четырех сыновей от турецкой резни и привезти их в Ереван. На постаменте правая рука матери защищает детей, левая показывает им путь спасения. Мальчиков прикрывает шаль, на которой изображена западная Армения. Плечи матери напоминают гору Арарат. Скульптор изобразил в первом ребенке с левой стороны невинность, во втором испуг, в третьем храбрость, в четвертом надежду, он уже видит свет спасения. Буквально через дорогу от этого монумента раскинулся сквер, в котором расположен мемориальный комплекс, посвященный геноциду армян, точь-в-точь напоминающий ереванский цицернакаберт. Только в его миниатюрном исполнении. Именно здесь и собираются ежегодно местные армяне и французы, чтобы отдать дань памяти убиенным турками армянам. Кстати, о геноциде. Находясь в Марселе, я не мог не пойти по одному известному кинематографическому адресу улица Паради, 588. По предложению французского писателя армянского происхождения Анри Пруая, другой французский режиссер тоже армянского происхождения Анри Верней снял фильм «Майрик», а затем продолжение этого фильма «Майрик. Парадис, 588». За основу фильма был взят сюжет историко-биографический об определенной армянской семье. Некоторые говорят, что это биография самого режиссера. Фильм снимался на этой улице Парадис в одном из этих домов, но, как говорят слухи, дом 588 здесь не имеется. Это вымышленный адрес. Поэтому своих героев, Азата Закаряна и его семью, автор разместил в одном из этих домов. Так что будете в Марселе, даже не пытайтесь найти этот адрес. Вы дойдете до самого конца дома 574, а сразу же через дорогу от него выйдете не на куда-нибудь, а на Генеральное консульство Турецкой Республики. Оно здесь не случайно. Власти города разместили здание дипкорпуса на этой улице с намеком на фильм «Вернея». Хотя, будь я у власти, то разместил бы на авеню 24 апреля 1915 года. Впрочем, по дороге на работу турецким дипломатам и так приходится не сладко, учитывая, что сталкиваются с памятной стеной Сагамона Тейлериана, который сполна отомстил за свою погибшую семью и ничего ему за это не было. С уверенностью замечу, что Марсель самый что ни есть город армянской интеллигенции. Здесь их куда больше, чем в том же Париже. Судите сами. В Марселе жил и работал не только Верней до тех пор, пока не перебрался в столицу, но и видный французский дизайнер Дидье Паракян, известный исполнитель Патрик Фьюри, мэрами марсельских округов в разное время были Фредерик Дурнаян и Горов Зипян. В Марселе действует множество творческих союзов, в частности, Совет армянских художников, Совет армянских архитекторов и художников Франции. Есть и деятели спорта, один из которых выходец из Армении Арсен Хачатриан, давно покинувший профессиональный спорт, занялся бизнесом и здорово помогает новоприбывшим в Марсель соотечественникам. Арсен Кузьма, снова с Увел, и разница, и на следующий день, с Увел. Когда вы получаете по-другому флирусу, то вы получаете это сфотографическое решение. Разглух, который вы получаете сфотографическое решение, в котором вы получаете сфотографическое решение на ставке. Почему вы решили устранить спорту? Молодец. Я занимался спорт, я занимался в Астаке. Я всегда хочу, чтобы мы были сфотографированы профессионалы. Потому что спорт очень приятно, но профессионал спорт очень приятно. И сейчас мы сфотографированы. Что вам больше всего понравилось, за вашу спортивную карьеру? Может быть, какие-то звезды были рядом с вами, или с кем-то приходилось бороться с звездами. Самые запоминающиеся за спортивную карьеру. Я считаю, что все шемпионы, которые мы называем, сагнет тапамуничок. Мы в 95-м году Югославия-Белграда и Европейская чемпионка. У меня есть Америка, что Ашхари-Чемпионка или Франсия, и в 2004 году. Все шемпионы, которые я считаю, это очень интересен. В этом году мы не знали, что в Менамахе мы не знали, что в ЛИК не было в ЛИК. Мы не знали, что в ЛИК не было в ЛИК. Мы не знали, что в ЛИК не было в ЛИК. Ну, Армианц Капшин и Восстанец, да? Мы не знали, что в ЛИК не было в ЛИК. В ЛИК не было в ЛИК. В ЛИК не было в ЛИК. Мы резали турниру, хоть показывали 20 летzi, но мы стали их отлично играть. Мы говорим, что Acrossро 2021 мы не делали в ЛИК. Говорят, что насança неclement ли это, что плавшая тут нет. Но я знаю, что вот именно вы помогаете новым прибывшим обосноваться здесь, в Марси. Им, кокер, шырджанакнерум, калу-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану-хану. Но я готов, когда мы обращались в Марси-Ам, в Марсе-Ам. Мы говорим, что, когда мы приехали, что мы приехали в Марсе-Ам, Марсель, это мой Марсель, у меня есть знака Кабичай. Скажите, у меня есть знака Кабичай, у меня есть знака Кабичай. А у меня есть знака Кабичай. Что ж, столица Прованса меня здорово впечатлила. И сам город, и армяне, населяющие его. Ими можно и нужно гордиться. Будучи гражданами Франции, армяне здесь остаются армянами и преданы своей исторической родине. Судьба Армении беспокоит не меньше судьбы Франции. И тут на память приходят слова великого Азнавура. Я люблю Францию, я ее гражданин. Но до последнего вздоха я армянин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok